Особые приметы – блондинка, голубые глаза. Дата рождения 8 января 1940 года. Только благодаря этому письму из Российского общества Красного Креста блаканница Галина Николаевна Яшкина узнала подлинные фамилию и отчество. До того, как попасть в детдом, была Севрюковой Галиной Алексеевной. Неизменным осталось только имя. Запомнила только то, что темная большая комната, где лежит бабушка и мама. А я постоянно хочу кушать, прошу у них есть. И холодно, жуткий холод. Прошу меня согреть. Они молчат. Я хожу им, глаза открывая. В моем понятии тогда детском я считала, что они спят. Но и мама, и бабушка ушли из жизни. Они чувствовали, что уже не переживут голод. Повесили мне на грудь крестик и свидетельство о рождении. К моему счастью, а к некоторым, может быть, и к несчастью, дом разбомбили. И я очутилась на улице. И вот такую в январе месяце меня подобрал солдат, проходивший, видимо, мимо. И отнес меня в эвакуационный пункт. Так я в 43-м году была направлена в дом малюток в Кировскую область, в город Котельнич. В возрасте 82-х лет Александр Орлов шутит и смеется, заражая бодростью и оптимизмом молодежь. Его выступления в Центре культуры Родина в общественных организациях города всегда имеют успех. Он активист организации «Блокадники Ленинграда». В нее входят фронтовики, участники обороны и прорыва блокады, жители оккупированного города. Всего 21 человек. Сегодня у Орлова хобби, собирает анекдоты и юмористические истории из газет. А в далеком 42-м он мечтал хотя бы о кусочке хлеба. Мне было 4 года, когда началась Великая Отечественная война. И поэтому я что-то допомню. Ну, разве можно забыть, когда все время хотел есть. Я говорю, мама, дай поесть, а где я тебя возьму? Магазин закрыт, написано, хлеба нет и не будет. Поесть что-то где-то купить, не было возможности. Ленинград окружил фашисты и сказали, мы вас голодом уморим. И поэтому, конечно же, многие умирали от голода. Вот только наиболее тяжелый год, 42-й год. В читальном зале Центральной библиотеки на Стахановской собрались те, кто смог прийти. Не всем это удалось по состоянию здоровья. К остальным были направлены волонтеры с подарками от главы администрации. В этот день ветераны Великой Отечественной войны получили медали, приуроченные к 75-й годовщине снятия 900-дневной блокады Ленинграда. 27 января мы празднуем очередную дату в Плеяде, в череде событий праздничных, патриотических. Это 75-летие освобождения, полное освобождение города Ленинграда от фашистско-немецких захватчиков. То есть снятие благады с Ленинграда. В нашем муниципальном образовании проживает 21 ветеран, которые являлись непосредственными участниками тех событий, которые проходили в тот момент в городе Ленинград. Страшно подумать, 872 черных дня для Ленинграда, полные блокады этого города. Патриотические песни, которые никогда не устареют. Перед собравшимися исполнен председатель Анапского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Штраус. Заслуженный артист России, капитан второго ранга Анатолий Калекин. Сегодня две круглые даты. 75 лет со дня освобождения Ленинграда и 100 лет со дня рождения Даниила Гранина, автора блокадной книги. В истории российского государства подвиг Ленинграда останется священной незабываемой датой. Символом веры, надежды и твердости, самоотверженности и патриотизма. Нас вместе называют Ленинград и шар земной гордится Ленинградом. Под этим лозунгом в библиотеке состояла встреча блокадников. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.